Приветствую! Вчера министр юстиции Денис Малюска поведал нам интересную информацию. Оказывается, Кабинет министров Украины на сегодняшний день разрабатывает способы ограничения предоставления административных услуг людям, которые в той либо иной мере не выполнили мобилизационное законодательство, либо законодательство ОВО и ВС. И при этом, когда Денис Малюска об этом говорил, он использовал именно слово ограничение. Потом, конечно, он поправился, но, как говорится, оговорочка вышла по Фрейду. А возможно, это была и не оговорочка. Так вот, насколько это законно, насколько вот эта идея ограничить ухылянтам доступ к админуслугам соответствует закону. И, кстати, здесь хочу сразу извиниться, да, что я уже тоже начал использовать вот это слово ухылянт. Почему? Да потому что оно уже стало настолько, наверное, популярным, что его просто нельзя не использовать. И особенно каждый раз, когда мы говорим о том, как в СМИ описывают тех людей, которые не выполняют закон про мобилизацию, закон про ВО и ВС, правила воинского учета, везде звучит вот это слово ухылянт. Ухылянт, ухылянт. Хотя, на мой взгляд, это слово, ну, некорректное. Это слово, которое не имеет юридического наполнения, да, и закон не знает, что такое, кто такой ухылянт. Да, и если уж даже вот с натяжкой там кого-то и называть так, то должно быть что? Ну, должно быть решение суда, в котором будет сказано, что да, вот этот человек уклонился от выполнения той либо иной обязанности. И до этого кого-то так называть, ну, некорректно. Некорректно и, наверное, неправильно с морально-этической точки зрения. Но это такое. Так вот, давайте разберемся. Вот это ограничение административных услуг, это вообще законно? И возможно ли такое? С точки зрения закона, на сегодняшний день это незаконно. Почему? Потому что, ну, такого просто не предусмотрено. А когда они какой-то постановой КМУ предусмотрят, это станет законным? Да, станет. Объясню почему. Здесь мы не сможем поднять вопрос там равенства прав, ограничения прав. Почему? Потому что это не будет прописано как ограничение. Это будет прописано совершенно иначе, вот с точки зрения построения текста закона. Но смысл будет, понятно, ограничение. Как это будет прописано? Ну, как я себе представляю. По той аналогии, которую мы видим, например, сейчас с трудоустройством, с поступлением в университет. А что у нас там есть? Хочешь трудоустроиться? Покажи военный билет. Хочешь в университет поступить? Там, по спирантуру, бакалаврат, магистратура, неважно. Покажи военный билет. И теперь я так думаю, что они запишут следующее. Не просто покажи военный билет, а обновил ты данные или нет. То есть ты должен будешь доказать, что ты обновил данные. И вот обновление данных является обязательным условием для предоставления услуги. То есть они здесь не говорят, что, мол, мы не дадим ухлянтам каким-то админуслугу. Нет, мы всем даем эту услугу. Просто добавляем новый документ, новое условие в перечень тех условий, которые нужно будет выполнить, чтобы получить ту-либо иную услугу. Как мы сейчас приходим, ты должен паспорт предъявить, код, что-нибудь еще, доверенность, документы на квартиру. И в том числе будет еще и военный билет, где будет, допустим, отметочка о обновлении данных. Либо просто в реестре, у тебя в электронном кабинете должна быть запись о том, что ты обновил данные. И вот эта схема, она будет, в принципе, абсолютно выглядеть законно. Более того, мы же уже видим, что эта идея, она же воплотилась в закон только, правда, для тех, кто находится за границей. Да, там они получают не админуслуги, там они получают консульские услуги. И мы с вами знаем, что законопроект 10.449 содержал эту норму. Потом он стал законом 36.33. И эта идея там осталась. Для людей, которые находятся за границей, это уже, по сути, произошло. Ну, у них осталось тут меньше месяца уже до того момента, как им перестанут предоставлять услуги без обновления данных, без наличия военно-учетного документа в виде приписного удостоверения, военного билета, временного удостоверения, военно-обязанного. То есть, сейчас уже мы видим, знаете, какое некое неравенство, можно сказать, да. Смешно, ну это, знаете, смех сквозь слезы, да. Но вот тут вот мы теперь добьемся равенства, потому что неравенство в чем сейчас заключается? Тот, кто выехал за границу, у него уже через месяц будет ограничен доступ к услугам со стороны государства, да. А те, кто остался, у них он не ограничен. Вот здесь вот равенства точно мы добьемся. То есть, к чему я веду? Ну, это может быть, это может быть законным. Вопрос лишь в том, как это будет прописано. Когда это появится, да, будем смотреть, с вами изучать и разбирать, что же там написали, насколько законно будет прописан этот механизм. Но в любом случае мы видим, что вот государственные служащие выбирают не тот способ мотивации. Ну, мне так кажется. Вот, безусловно, мы же все прекрасно понимаем, да, что есть полномасштабное вторжение в Украину. Понятно, что нужна мобилизация. Никто же с этим не спорит, да, ну, без вариантов. Когда особенно приходит другая страна, где, понятно, людей больше, понятно, что мы будем вынуждены проводить мобилизацию. Вообще вопросов нет. Но вопрос в том, что, а, это должно быть сделано в строгом соответствии с законодательством. То есть нужно соблюсти весь порядок. А во-вторых, нужно, наверное, ну, как мне кажется, опять же, знаете, всегда ты можешь заблуждаться, но я вот, я считаю, что человека нужно мотивировать. Нужно показать человеку, зачем ему это, и что он хорошего получит, если он будет делать соответствующие действия. А у нас почему-то думают, что нет, вот это хорошее, то неважно. Надо что-нибудь сделать, показать человеку, что будет плохое, если он не будет делать. Но негативная мотивация, ну, она не работает сама по себе. Она работает только в том случае, если есть позитивная мотивация. И вот этой позитивной мотивации не хватает, потому что мы с вами прекрасно знаем, что в законе 10.449, в законопроекте 10.449, в законе 36.33, ведь забыли немножечко про военных. Ну, забыли. Мы говорили про ротацию, про демобилизацию, про то, что этот закон нужно принять для того, чтобы заменить тех, кто там уже два года нас защищает и обеспечивает нам мирную жизнь здесь. А в итоге мы взяли и убрали. Так, может, вот этот вопрос надо решить, чтобы человек понимал, что если он идет, он идет не на всю жизнь туда, да, он не идет, ну, не на всю жизнь, да, но не на неопределенный период. Может, это нужно решить. Можно, может, надо решить вопрос с выплатами этим людям, с обеспечением этих людей, чтобы они не тратили деньги свои на обеспечение, да. И тогда мы вернемся к тому, что было в 22-м году. Ведь те недостатки, проблемы с мобилизацией, которые есть, они же сейчас не в людях. Вы вспомните, что делали люди в 22-м году. Что лично каждый из вас делал в 22-м году. Вспомните, как мы готовы были защищать свою страну. Донаты в каких количествах собирали. Реальные очереди были в ТЦК и СП. Реально люди туда с удовольствием шли. Так куда это делось? Это потому, что мы изменились? Наверное, нет. Наверное, просто у тех людей, кто ответственный за это, немножечко изменились. Ну, вернее, выбрали неправильные подходы. И хочется верить, что эти подходы будут изменены, и правила мобилизации изменятся в лучшую сторону для каждого человека. И тогда мы уйдем от многих из тех проблем, которые сейчас есть. Когда каждый человек будет понимать, государство реально готово защитить его права. Наказать тех, даже представителей ТЦК и СП. Показать, что никого нет неприкосновенного при нарушении прав человека. Даже представителей ТЦК и СП нужно наказывать, если нарушают они права человека. И тогда мы, наверное, получим реально правильную мобилизацию. На этом у меня все. Если вы разделяете мои мысли, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой Телеграм-канал. Ну, и со своей стороны обещаю, что как только появится закон или постановка админа, которая будет ограничивать права на получение админуслуг, сделаю разбор, расскажу, в чем эти ограничения и что с этим сделать. Традиционно желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.